В каждом виде спорта есть своя красивая точка завершения атаки. Для баскетбола это крутой прыжок закидыванием мяча в корзину, для бейсбола гранд слэм, а для футбола красивый тачдаун. Для ММА этой точкой является хайкик. И даже несмотря на то, что нокауты, которые шибают головы и красивые сабмишины тоже приветствуются, они все же не могут заменить красоту чисто коснувшейся голени до подбородка. Ведь даже имея хорошую скорость, отличный атлетизм, все равно сложно донести вовремя хайкик до головы соперника. Поэтому в этот топ войдут 10 бойцов, которые сделали это просто замечательно. Это 10 самых лучших хайкиков в истории ММА. 10 место. Стивен Топсон против Дэна Ститгена. Стивен Топсон 100% является фаворитом у публики и топовым претендентом в полусреднем весе. Дважды он чуть даже не извинул с трона Тайрона Гудли. Но кроме того, что он был просто хорошим парнем, всех привлекал его стиль боя. А именно классическая карате в его исполнении. Поверить в свой стиль Томсон смог благодаря победам над Джонни Хендриксом, Робертом Уиттекером и Джейком Элленбергером. Его дебют в промоушене сразу показал, чего стоит ожидать от этого парня. Бой прошел на UFC 143 против такого же дебютанта Дэна Ститгена. Постоянные смены с правшиной левшу и необычная стойка повергли Ститгена в ступор, и он ничего не мог придумать, в то время как Вандербой расстреливал его из всех углов. Точность ударов Стивена подмечал комментатор Майк Голберг, однако сказал, что стоит отдать дань уважения Ститгену за то, что он терпит столько урона. И в эту же секунду все изменилось. Сразу после этой фразы Голберга, Дэн решил выбросить удар, и непобежденный в кикбоксинге Томпсон сразу понял, как нужно действовать. Дело в том, что Ститген отвел плечо от челюсти в момент удара, что и привело к красивому нокауту от Томпсона. Девятое место. Рошад Эванс против Шона Селлмана. Шон Селлман с внушительной статистикой в иностранном промоушене настолько поверил в себя, что решил вызвать на бой для своего дебюта в UFC Рошада Эванса. Это ему обошлось очень драматично. Шон, конечно, был хорош, но вряд ли его достижения можно было бы сравнить с рекордом Эванса. 4-0 в UFC и непобежденным вторым сезоном The Ultimate Fighter за спиной. Но UFC пошли на уступку дебютанту и дали ему то, чего он хочет. Как только бой начался, Селлман выбросил самый уродливый кик в прыжке. И зрители сразу поняли, в каком именно ключе будет продолжаться бой. Чуть позже бывшему борцу из Мичигана все-таки удалось перевести в партер Рошада, что полетло за собой его мгновенную усталость. Тут уже стало понятно, что он откусил больше, чем может проглотить. Проведя еще один тейкдаун в первом раунде, но не извлекая ничего из него, Селлман окончательно выдохся ко второму раунду. Минутой позже Эванс взорвался в серии ударов и уйдил дыру в защите соперника. Пробил идеальный хайкик, сложивший борца из Огая вдвое. Но и на этом Рошад не остановился и добил пары ударов, после боя заявив, что его мать была этим недовольна. Я спросил у нее, мам, что не так? Она ответила, Рошад, ты знал, что он в нокауте? Тебе совсем не обязательно было бить его еще. Восьмое место. Пит Уильямс против Марка Колмана. После того, как Марк Колман проиграл свой титул на UFC 14 и перенес операцию на колени, после простой он решил вернуться на UFC 17, чтобы вновь забрать свой пояс у Рэнди Кутюра. Но, к сожалению, их битве не суждено было случиться. UFC совсем не вовремя начали разбираться по делу о предотвращении столкновений головами, что сместило фокус руководства с турнира. Так еще и к тому же Рэнди Кутюр получил травму на тренировке. Марк Колман же, вместо того, чтобы дожидаться чемпиона и получить гарантированный титульник, отказался ждать, так как был в ней боев целый год. И принял бой с Питом Уильямсом, тем самым спасая турнир. С самого начала бой заверил нас, что пройдет на высоких скоростях. Колман понесся на Уильямса и повалил его. Пока Марк обрушивал тяжелые удары, Пит пытался сделать все, чтобы набросить хоть какой-то сабмишен. Однако удары Колмана были уж слишком сильны. Но это было не на руку и самому Марку, ведь он ужасно выдохся. Позже Джону Маккарти пришлось поднять бойцов из партера по неактивности. И тут все ушло на руку Уильямсу, ведь Пит не позволяло бою перейти в привычную для соперника стихию. Даже если Марку удалось провести один трейкдаун, пользу из него он не вынес. Дальше Уильямс просто понесся на бывшего чемпиона, обрушив огромное количество ударов. Это заставило Марка выглядеть беспомощно, а закончилось все это дело красивым хайкиком в голову бывшего чемпиона. Кстати, это был самый первый хайкик в истории UFC. Седьмое место. Валентина Шевченко против Джессики Ай. Когда была объявлена защита титула Шевченко против Джессики Ай, как обычно мало кто верил, что претендентка произойдет доминирующую чемпионку. Был даже риск того, что манинтемент не окупится, но суглавный бой между Генри Сихуда и Марлоном Морайесом выглядел на бумаге более конкурентным, спасая всю картину. Ожидания фанатов оправдались. Шевченко с самого начала дала всем понять, что апсета не будет. В первом раунде Валентина делала с претенденткой все, что ей хотелось. И Джессика по нехватке опыта ничего не могла противопоставить. Валя расстреливала Джессику из двевосторонней стойки по корпусу, а затем напомнила всем, что она больше, чем боец Муэйтай, и с легкостью перевела соперницу на настил. Там Шевченко всю оставшуюся часть раунда пыталась улучшить позицию и почти поймала Ай на болевой Американо. Но пятиминутка завершилась. Ко второму раунду Валентина решила вернуться к ударам по корпусу, которые так хорошо работали до этого. Ну и наконец, окончательно введя претендентку в заблуждение, пуля разрядилась и бросила сумасшедший хайкик, отправивший Ай на другую планету. Показав одно из самых доминантных выступлений за все время, Шевченко показала, почему наилегчайший вес принадлежит именно ей. Шестое место. Хоакин Бакли против Импа Касанганай. Когда Хоакин Бакли и Импа Касанганай встретились на UFC Fight Night 179, мало кто чего ожидал от этого боя. Многие даже про него не знали, и крайние поединки обоих бойцов не удались. Бакли проиграл свой крайний бой яркому проспекту, Кевину Холланду нокаутом, а Касанганай добыл рядовую победу единогласным решением. Но похоже на этот раз оба парня были настроены на красивый бой, на встречных курсах. С самого гонга бойцы по очереди прессинговали друг друга, наращивая темп поединка. Второй раунд продолжался на таких же скоростях, однако похоже Бакли не устраивал такой ход поединка. И он решил прославить бой из прелимов. После того, как Касанганай заблокировал удар соперника ногой по корпусу, Бакли использовал захват Импы, как трамплин, и выкнул крутящийся бэкфист в воздухе. Удар пришелся прямо в челюсть. Это было похоже на сцену из фильмов Джеки Чана. И моментально ролик с нокаутом стал вирусным. По словам Данны Уайта, он стал самым просматриваемым роликом в истории промоушена, собрав 80 миллионов просмотров и 60 миллионов реакций. Знаменитости и журналисты из всех сфер делились своей реакцией на этот нокаут. А Данна Уайт в одном из интервью заявил, что даже президент Дональд Трамп был шокирован таким нокаутом. Но одной несправедливостью по отношению к Бакли, кроме того, что за это яркое завершение он получил бомбну всего лишь в размере премии кассиры супермаркета, так это то, что этот нокаут вдохновил Кэнни Уэста выпустить короткий дерьмовенький трек, на фоне которого был выставлен гиф заветным финишем. Пятое место. Юрайя Холл против Адама Селла. Самые трудные для UFC времена, шоу The Ultimate Fighter помогало оставаться промоушеном на плаву и дарило кучу просмотров и новых звезд, прогрессируя из года в год. Но несмотря на количество чемпионов и претендентов, которые шоу воспитало для UFC, чаще всего после сезона не оставалось ничего, кроме подписанных в рамке маек. Но 17 сезон отличился по-особенному. Все дело в молодом Юрае Холле. В первом же этапе шоу подопечный Чейла Сонена Юрая должен был драться с Адамом Селлой из команды Джона Джонса. Почти с первых секунд было понятно, что Холл слишком хорош и быстрый для своего соперника. Он разбивал Адама с дистанции и нейтрализовал его лучшие качества. Однако справедливость Селлу нужно сказать, что когда из угла последовала команда, о том, чтобы он стиснул капу в зубах и пошел вперед, Адам без сомнений выполнил указания. Хотя успехом оно и не увенчалось. Ведь оставшийся отрезок первого раунда, Холл уверенно разбивал блок соперника джебами. Однако это показалось ему мало, и он выкинул потрясающий был кик, который отправил Адама в нокаут. Этот нокаут в момент сделал Холла знаменитостью. Адана Уайт, запечатливший это зрелище прямо вблизи октагона, настолько был впечатлен, что в первое время даже забывал перевести деньги на лечение Селла, который после боя попал в больницу, в результате чего его мучили нервные срывы. Сразу после окончания сезона фанаты захотели боя молодого проспекта Холла с Андерсоном Сильвой. Однако сразу ему не суждено было случиться. Этот заветный поединок прошел совсем недавно, на турнире UFC Vegas 12, где Юрая победил нокаутом. Четвертое место. Эдсон Барбозер против Терри Етим. Турнир UFC 142 был построен вокруг бразильских талантов, в главном бою которого доминирующий чемпион Джозе Альдо должен был защищать свой титул против Чада Мендеса. После удачно прошедшего на Олимпийской арене Рио-де-Жанейро турнира UFC 134, боссы промоушена решили вернуться в Южную Америку снова. Барбозер, участвовавший на прошлом ивенте в своей родине, и в этот раз тоже с удовольствием согласился выступать. На то время он считался одним из ярчайших проспектов, в последних двух боях одолев Энтони Энчковани и Роса Пирсона. И, кстати, забрал бонус за бой вечера дважды. В этот же раз ему предстояло встретиться с уроженцем Англии, Терри и Тимом. Пока бразильские фанаты в адрес Терри распевали свою знаменитую песню «Ты умрешь», в клетке начался по-настоящему ударный мастер-класс. Барбозер, как всегда, был хорош, а его юный соперник не хуже. Поначалу все выглядело довольно конкурентно, однако Этсон по ходу стал откровенно перебать и Тима. Ко второму раунду бразильец почти отбил сопернику переднюю ногу, обеспечив себе пространство для атак в третьем. Пока Джо Роган и Майк Голберг обсуждали, каким ходом могут развиваться дальше события в третьем раунде, Барбоза быстро дала ответ на этот вопрос, выбросив включенную вилл кик прямо в голову соперника. И Тима будто парализовала, и он упал на канвас. Клип с этим нокаутом вошел, наверное, во все нарезки с красивыми финишами. Третье место. Мирка Кракоп против всех. Когда вы думаете о Мирка Кракопе, в вашей голове наверняка всплывает образы мощного борца с шортами в расцветку хорватского флага, игнорирующего традиционную экипировку от Рибак, или же образ бывшего полицейского из отдела борьбы с терроризмом. Но чаще всего на ум приходят левый коронный и правый похоронный. В случае Кракопа эта фраза относится к его ногам. За свою 18-летнюю карьеру в ММА, Мирка стал настоящим героем для постеров с нокаутами. Он уже набил рекорд за самое большое количество нокаутов хайкиком в Прайде за 4 года. Ведь он нокаутировал почти всех. Начиная от финиша в бою с Александром Емельяненко, который стал в своем роде наказанием для россиянина за будущие грехи. И заканчивая хайкиком, который разрушил мечты о победе, Вандерлея и Сильву на гран-при в открытом весе. После помечения Сильву своей левой рукой, Кракоп атаковал тело Вандерлея тяжелыми киками по корпусу. Постепенно вся боль бразильца выражалась на его лице, и он уже не мог найти в себе силы поднять руки в голове. Что и пошло на руку Мирка, а точнее на ногу, Целью следующего сокрушительного удара ногой Хорвата стала голова Вандерлея, в результате чего он возил свою ступню в скулы Сильвы, что заставило рефери быстро остановить бой, защищая убийцу с топором от дополнительного урона. Кстати, пока мы не отошли от темы Мирка Кракопа. Второе место. Габриэль Гонзагер против Мирка Кракопа. Чего можно ожидать от боя опытного представителя джиу-джитсу против жесткого кикбоксера, который может уничтожить тебя одним хайкиком? Вероятность отложить в сторону тот вариант, что кикбоксера можно скрутить, остается второй выход, а именно нокаут. Однако в этот раз данное правило сработало в обратную сторону, повергнув всех в шок. Когда Мирка Кракопа дебютировал в UFC, ожидания от него были огромные, ведь за время выступления в Японии он зарекомендовал себя как чуть ли не самый лучший тяжеловес на планете, а лучше он или нет фанаты жаждали узнать в его потенциальном поединке с Рэнди Кутюром. Но UFC не могли дать дебютанту, даже если это дебютант Мирка Кракоп, бой за титул, поэтому Дана Уайт и компания решили дать Хорвату Габриэлю Гонзагу, который на бумаге должен был стать небольшим трамплином для прохода к бою с Кутюром. Никто не верил в непобежденного к тому времени Гонзагу, не спасал даже тот факт, что Габриэль являлся отменным джитсером. Ведь Мирка тоже в свое время показывала неплохую борьбу в Прайде, но у бразильца на этот бой были свои планы. В первые же секунды он продемонстрировал, что ему плевать на бывшие заслуги Хорвата, и понесся на него, что, можно сказать, обескураживало соперника. Но со временем Мирка смог приспособиться, нанеся по телу Габриэля тяжелый миддл кик. Бразильец и тут не расстрелялся, тут же перелал Кракопа на настил. Но из-за снизившейся активности рефери вынужден был заставить бойцов встать. До конца первого раунда осталось считанные секунды, и казалось фанатов уже ничем не удивить. Пока Гонзага, коэффициент на победу которого был больше пяти, не попытал свою удачу, и не бросил хайкик, которым нокаутировал Мирка его же приемом. Учитывая то, сколько раз мы говорили об этом поединке, он никогда не стареет. Первое место. Холли Холланд против Ронда Роузи. В свои ранние годы в UFC Ронда Роузи была синонимом слова «успех», ведь ей удалось не только покорить октагон, став первой женщиной бойцом в UFC и набив серию беспроигрышных побед, но и параллельно сниматься в Голливуде. Ронда превратилась в настоящую маркетинговую машину для UFC. И вот почему ее падение с трона было не менее величайшим. В преддверии турнира UFC 193 популярности Роузи не было предела. Она была везде. В кино появлялась на шоу в рестлинге, а также снималась в странных передачах наряду с Ллойдом Майвезером и Лейлой Али. Соперницей же американки была чемпионка по боксу и кикбоксингу Холли Холм. Команда Роузи настолько была в ней уверена, что направо и налево заявляла о том, что Ронда перебьет соперницу в ее же игре, побив Холм с легкостью в стойке, что и пыталась сделать чемпионка. Но проблема была в том, что Холли Холм это не Бэт Корея, которую можно сломить за пару минут. Опытная в ударной технике Холм приняла на себя в этом бою роль Матадора и разбивала лицо Ронда при каждой ее атаке. По лицу Роузи несложно было сделать вывод о том, что в момент, когда бой остановят, это лишь вопрос времени. И даже когда чемпионка попыталась использовать дзюдо, было уже поздно. Наконец, в втором раунде Холлию нанесла хайкик, который шокировал весь мир. Ронда же получила не только удар по голове, но и удар по своей самооценке, взяв перерыв и снова провалившись после возвращения боев с Амандой Нуниес. Но данное поражение наконец разбавило ситуацию в легчайшем вести среди женщин, подарив нам много новых звезд. Так что вклад Роузи в это тоже можно считать неоценимым. Всем спасибо за просмотр видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Если есть желание поддержать канал Копеечкой, то ссылки в описании. Также, если есть предложения или вопросы по сотрудничеству, ссылки также в описании. Всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok